Друзья, всем привет! На связи Алексей Меркулов и в сегодняшнем уроке мы будем разбираться с лестницами. Лестница это один из объектов, который в 3D Max нужно моделить практически всегда. Если мебель, декор, окна и двери можно найти, то с лестницами приходится возиться. И многие делают их с нуля, хотя в 3D Max есть инструмент лестницы, который позволяет сделать большинство элементов лестницы. Естественно, в рабочих проектах приходится дорабатывать и возиться с геометрией, но тем не менее основы мы можем сделать очень быстро. И для начала мы разберемся с параметрами лестниц, потому что для всех видов они практически одинаковые. А потом создадим лестницу как раз гибридным способом, используя инструмент лестницы и совмещая с другими модификаторами и инструментами 3D Max. Итак, лестницы у нас располагаются на вкладке Create. Открываем список и находим, соответственно, лестницы Stars. Здесь у нас четыре вида лестниц. Простая лестница, L-образная, U-образная и спиралевидная. Если говорить по-русски, то у нас прямая лестница, G-образная, P-образная и винтовая. Параметры рассмотрим на примере простейшей лестницы. Выбираем ее. И последовательность такова. Зажимаем левую кнопку мыши и сначала задается приблизительная длина. То есть, как и с примитивами, мы строим форму, а потом уже ее допиливаем, то есть настраиваем параметры. Итак, длина. Отпускаем левую кнопку мыши. У нас строится ширина. И вверх высота. Но опять же, здесь главное построить. Вот что приблизительно получилось. Кликаем правой кнопкой мыши и переходим в редактирование. Первая панель это тип. Open, открытая. То есть, по сути, то, что вы видите сейчас. У нас есть ступени, есть косаур. Далее закрытая, то есть это похоже на монолит у нас. Ну и бокс. Вот такой тип тоже, который имеет место быть и в частных домах встречается часто. Подлестничное пространство часто используют у нас как какой-то чулан. Мы поработаем с открытым типом, потому что здесь доступно большее количество параметров. Следующий раздел это генеральная геометрия. Здесь у нас мы можем добавлять элементы к нашей лестнице. Вот по умолчанию стоит галочка Carriage. Это та самая направляющая. Ну или ее можно использовать для создания косауров. Отключаем, она исчезает. У нас остаются только ступеньки. Вот эта галочка это тетива. Все это настраивается. Далее покажу, как настраивается. Поручни слева-справа. Вот по умолчанию у них такая непонятная треугольная форма. Но на самом деле это многоугольник. Просто по умолчанию здесь стоит у нас три грани. Все это тоже регулируется. И также мы можем получать просто направляющие, которым с помощью модификатора, скажем, sweep, мы можем добавлять любую форму. Так, идем далее. И у нас два параметра. Длина и ширина. Ну здесь все понятно. Вот она длина нашей лестницы. И соответственно ширина. Ниже мы настраиваем количество ступеней и высоту. Как видите, по умолчанию высота заблокирована. То есть мы регулируем ее с помощью количества ступеней и высоты ступени. Ну поставим значение 150 мм. Как видите, точное значение не получается, потому что высота у нас залочена и она у нас неровная. Соответственно, если мы 1549 поделим на 10, то получим данное значение. Как в реальности настраивается правильная высота? Мы снимаем вот здесь блокировку, то есть переключаем ее, скажем, на высоту ступеней, а лучше на количество ступеней. Выставляем здесь нужное значение, скажем, 3000 мм. Далее блокируем и уже настраиваем высоту ступени. 150 мм. Соответственно, при делении одного на второе получается 20 ступеней. Далее ниже идет толщина ступени. Зададим, скажем, 20 мм. Ну, это понятно. Вот у нас появилась толщина 20. Глубина позволяет утопить нашу ступеньку вот таким образом внутрь косаура. Ну и дальнейшие разделы — это настройка, соответственно, субэлементов. Будем мы их рассматривать или нет? Ну давайте рассмотрим хотя бы косауры, потому что впоследствии, когда мы будем работать с винтовой лестницей, мы их, наверное, использовать не будем. Первое у нас глубина, то есть мы можем делать его вот таким толстым. Далее у нас ширина. Ну, если нужна более глубокая настройка, количество и расположение, то мы жмем на данную кнопку, у нас появляется диалоговое окно. Можем добавлять, скажем, поставим два. Для того, чтобы расположить их по краям лестницы, как, собственно, косауры и должны располагаться, мы снимаем вот здесь замочки. И, как видите, они становятся по краям ступеней. Можем установить вот здесь галочки и задавать смещение по отдельности. Там, допустим, укажу по 100 мм. Ну, смысл, я думаю, понятен. Вот таким образом мы с ними работаем. Чтобы вернуться к изначальному варианту, ставим самый нижний пресет. Чтобы вернуться к свободной трансформации, можем поставить вот таким образом. И теперь можем задавать любые значения, которые, собственно, здесь есть. Если нужно расставлять с каким-то определенным интервалом, то вот здесь можем задать, допустим, 200 мм. Пожалуйста. И будете выставлять опоры именно с таким значением. Так, что еще мы здесь настроим? Ну, посмотрим давайте на поручни. Поставим слева и справа. Вот их параметры. Это высота от ступени. Offset – это смещение от краев ступени. То есть к центру можем смещать. Наружу смещать, к сожалению, не можем. Сегменты, опять же, сейчас видим три. Можем сделать цилиндр. И можем регулировать его радиус. Ну и по аналогии регулируется тетива. Думаю, здесь все понятно, поэтому не будем к ней возвращаться. Что ж, как видите, все достаточно просто. И если подойти поближе к практике, скажем, нам нужно создать вот такую лестницу, то следующие элементы у нас будут из, собственно, инструмента лестницы. Это ступени, потом это косаур, ну или несущая конструкция, вот эта несущая опора. И поручень. То есть все это мы можем легко настроить, а впоследствии нужно будет лестницу дорабатывать. Создавать вот эти крепления с помощью моделинга. Создавать, ну вот здесь видим, что на опоре еще есть пластина. Ее создавать и, соответственно, все остальные элементы. Но основа у нас создается очень и очень быстро, как видите. Что ж, теперь давайте поработаем с другим типом на практике. Продолжение следует...